Это резаная рана конечности. Можно спокойно одеть ее, загримировать, добавить крови, которая не настоящая, но на вид она как настоящая. Для создания этого используются специальные гримы. Это огромнейшие наборы, где есть воски, тени. Это прямо специальная наука. Гримирование пациента. Мы можем создать и осколочные ранения, можем синяки, гематомы. Все что угодно мы можем этого создать. Нет, это не подготовка к съемкам экшн-фильма, как может показаться на первый взгляд. Специальные накладки, имитирующие различные травмы, важная часть так называемого всеобуча по оказанию первой доврачебной помощи в случае экстренных ситуаций. За годы работы внеотложки у зав. отделением медицины катастроф Лидии Потаповой все действия уже отточены до автоматизма. Однако простой человек, даже зная азы, конечно может растеряться. И останавливает вовсе не страх, а не уверенность в том, что получится, говорит доктор. Поэтому для слушателей курса у нее есть главный совет. Постоянно тренироваться, то есть хотя бы раз в полгода, раз в три месяца посещать такие курсы. Или дома. Пришел, просто при себя проговорил, если это я сделаю то, то, то и то. Вот, но говорю, и почему очень хорошо занятия именно с загримированными, то есть ты вливаешься в эту ситуацию, и ты отработаешь, и ты по-другому совершенно думать уже начинаешь. Наверное, основной цель преследуем – это спасение жизни. Бесплатное занятие по основам доврачебной помощи проводят практикующие медики. 21 бригада от районных больниц работают по муниципалитетам и порядка десятка в областной столице. В этот раз в роли слушателей команда губернатора. В начале двухчасового мастер-класса – обязательная установка. Даже то, что вы решились подойти к человеку, которому нужна помощь, уже дает ему шанс на жизнь. Мы постараемся максимально коротко, но максимально всех вас привлечь к наработке практических навыков при остановке дыхания и сердцебиения, при наружном кровотечении и венозном артериальном, при проникающих тяжелых поражениях по травмам конечностей. Главный врач региональной станции скорой помощи в профессии два десятка лет. Сколько жизней спас за это время уже не сосчитать. Но до сих пор Алексей Жиров помнит тот самый первый раз, когда буквально вырвал из лап смерти мужчину, потерявшего сознание в переполненном автобусе. Тогда еще будучи студентом, даже не задумывался, что может навредить. Признается, в голове было одно – спасти жизнь. Мы его подышали, наверное, неправильно, покачали, наверное, тоже неправильно. Но он ожил, вынесли на остановку, передали медику. Когда мы разговариваем со слушателями, пытаемся донести, что человеческая жизнь – это высшая ценность. Любой вред, который мы можем нанести при оказании помощи, он значительно ниже, чем тот эффект, который мы можем дать путем спасения жизни. Трагический пример – террористический акт украинских формирований в центре Белгорода 30 декабря. По словам медиков, тогда многих раненых удалось вытащить с того света именно благодаря помощи, которую простые прохожие оказали в первые минуты после страшного обстрела. Но к большому горю, несколько человек погибли на месте от кровопотери, по сути, только потому, что рядом не оказалось тех, кто смог бы попросту наложить жгут до прибытия медиков. Основные мероприятия, которыми мы сейчас остановились, это устойчивое боковое положение наложения жгута. Это две меры, которые способны. То есть, если открытая рана, ее нужно прекратить кровотечение, если у человека нет дыхания, то нужно попытаться его восстановить. Да, только если это для вас безопасно. После теории – обязательная практика. К примеру, правильно наложить жгут при определенных травмах себе или в данном случае коллеге, а также отработать приемы сердечно-легочной реанимации с помощью манекена-тренажера. Нету нестабильности, абсолютно стабильность. Вам нужно на зеленую шкалу попасть. Это значит, глубина правильная. Еще один этап курсов – погружение в реальность. Здесь пригодились те самые накладки, о которых мы рассказывали вначале. В роли потенциальных пострадавших – студенты-медики. Уже после занятий, так называемого разбора полетов, Вячеслав Гладков поделился эмоциями. По словам главы региона, самое главное – сформировать навык. А для этого нужны регулярные тренировки. Ведь даже после подробных инструкций медиков, в экстренной ситуации, когда потребуется выполнить четкий порядок, на первый взгляд простых действий, без постоянной отработки можно растеряться. Нужно формировать навык у себя, у близких, у коллег по работе. В любой ситуации, связанной с оперативной обстановкой или не связанной, чисто с бытовыми историями, это то, что должен, в принципе, уметь каждый взрослый и, может быть, и ребенок. И это всегда очень хотелось, чтобы не пригодилось, но по нашей жизни это нужно. Поэтому вижу, что те решения, которые мы приняли несколько недель назад, вводя обязательно обучение для муниципальных служащих, для государственных служащих, оно правильное. В качестве одного из вариантов формирования навыка, губернатор предложил разработать небольшие образовательные программы по оказанию доврачебной помощи и заниматься в своих коллективах. В ситуации, когда оперативная обстановка продолжает оставаться сложной, это жизненно необходимо. Наталья Войтенко, Александр Подубный. Программа «Такой день» на Мире Белогорья.